Уровень заболеваемости ОРВИ-гриппом в республике по-прежнему высок. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Рост зафиксирован во всех возрастных группах. Однако в большинстве случаев болеют школьники и воспитанники детских садов. Какие советы дают медики родителям, чтобы защитить детей в период превышения эпидпорога, узнала Галина Погодаева. Школьники столицы и некоторых районов республики пропустили порядка трех недель учебных занятий. Болели и дошколята. Виной тому грипп и ОРВИ. На сегодняшний день уровень заболеваемости по-прежнему высок. На прошлой неделе занятия были отменены в ряде школ республики. В трех районах, это Валекнинском, Хангаласском и Салданском районах, учебный процесс приостанавливался во всех школах. И в 13 школах были приостановлены отдельные школы, отдельные классы. Заболеваемость пока превышена по всем возрастным группам, но при этом интенсивность сравнения с другими предыдущими неделями чуть ниже. Чаще всего первыми признаками заболеваемости являются жар, першение и боль в горле. В случае повышения температуры ребенка более 38,5 градусов, медики рекомендуют дать обильное питье и жаропонижающее. В период эпидемии гриппа необходима и профилактика. Аскорбиновую кислоту можно 1-2 дрожжей в день. И перед уходом в детский садик можно аксалиновой мазью помазать, интерпирон одну каплю в нос закапать. Как отмечают врачи, одной из простых мер в профилактике простудных заболеваний является закаливание. Необходимо дышать свежим воздухом, регулярно проветривать помещение и заниматься спортом. Мама четверых детей Татьяна Гусакова согласна со специалистами. Придерживаясь таких принципов, она прививает любовь к здоровому образу жизни и своим детям. Ну весной-то на каток обязательно, у нас тем более каток около дома делают, так что они почти каждый день на каток ходят. Спортом занимаются. А какие-то витаминчики, аскорбинки? Это самое, ну в основном чай с лимоном, вот такое, так сказать, народное средство. Вопросы профилактики заболеваемости и другие обсудили сегодня в управлении Роспотребнадзора Республики. Было отмечено, что ОРВИ и гриппом в прошлом году переболело почти 300 тысяч якутян. В настоящее время ситуация находится на контроле ведомства. Специалисты отмечают, что в школах Республики в случае заболевания более 20% учеников в классе может быть принято решение о введении карантина. Галина Погодаева, Дмитрий Сергучев, НВК Саха, Якутск.